Прилагая большие усилия, мы очень медленно проворачивали задвижку на этой двери. Сколько же времени здесь не ступала нога человека? Вот именно, человека. А так хер его знает, к чьей там нога еще ступала-то. А перед началом этого видео попрошу поставить лайк и написать любой комментарий. Это поможет в продвижении канала. Спасибо! Здарова, братаны, вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем продолжать проходить последнего героя, так что погнали! Чё там может случиться? Да мне просто это место не очень нравится. Не хотел бы его посещать до самого конца смены, но вот видишь, как получилось. Так, ладно, не будем о грустном, лучше поспешим. Чем раньше дойдем, тем раньше уйдем. Что-то я сейчас иду с... Что-то я сейчас иду с шустрым и лестно очередное дело. Ведь мы ходили именно с такой скоростью всегда. Пошли быстрее. Боишься, что Варочка убежит? И это тоже. Андре... Андрей? Андрей! И я пришел в себя, услышав, как Сергей окликнул меня впереди. Чего? Уже подходим, ты готова видеть это место? Глупый вопрос. Да ладно тебе, сделал бы вид, что тебе интересно. А то большую честь дороги грустишь. Думаю о своем. Не обращай внимания. Понял. Кстати, вот и пришли. Корпус как корпус. Заброшенный. Мы наконец-то добрались до этого места, именующим себя старым корпусом. Честно говоря, я и не представлял его лучше. Почерневшие доски и потрескавшиеся кирпичи самого здания. Казалось бы, столько всего пережили, что становилось по неволе грустным. Большая часть ограда была поглощена растительностью и отравлена ржавчиной. В таком же состоянии находился весь дворовой инвентарь. Да и сами полумертвые деревья вблизи дома добавляли напряженной атмосферности в общую картину этого места. Это вот здесь и проводят большую часть времени, Семен. Теперь понятно, почему у него не все в порядке с головой. Электроник снял со спины рюкзак и начал активно что-то в нем искать. Да где же она? Я пойду посмотрю поближе. Ага, давай я сейчас тоже подойду. Пройдя по замшелой дорожке ко входу, я обратил внимание на табличку входа главных дверей. Надпись была сильно поцарапана чем-то острым. Кто-то очень долго пытался убрать все ее содержимое. Содержание. Я хотел открыть дверь, но с первого толчка она даже не пошевелилась. Заела. А может просто закрыта. Обход искать не хочется. Сейчас попробую сделать проще. Дверь была настолько хлипкой, что мне удается выбить ее буквально с первого удара ногой. Ты что там делаешь? Прокладываю нам путь. Давай только не так шумно. И подожди меня вообще. Когда он подбежал ко мне, в его руках уже был листок, который скорее всего и был картой. А еще он сразу достал фонарик у входа и только потом махнул рукой вперед. Пора заходить внутрь. Мандрей, ты первый? Да нет проблем. Внутри оказалось не лучше, чем снаружи. Да и глупо было ожидать что-то иное. Пыльные коридоры, выбитые двери, все указывало на то, что это место больше никому не нужно. Тем не менее, я заметил на полу следы пионерской обуви. Они были уже не такими свежими, но даже так. Это говорило о том, что сюда кто-то приходит. Да уж, все так, как и говорил Шурик. Место сильно запаршивилось. Это еще мягко сказано. Давненько я не бывал в таких заброшенных местах. Такое, как тут, редко увидишь. Шурик вроде говорил, что нам нужно спускаться под землю. Верно, смотри под ноги. Тут где-то должен быть люк. Угу, вижу. Нам, к сожалению, как раз туда. Тогда пойдем. Подожди, прежде чем мы спустимся, хочу сказать одну важную вещь. С этого момента мы должны держаться вместе и не расходиться ни на шаг. Само собой. Кстати, а ты не хочешь проверить все комнаты здесь? В том числе и на верхнем этаже. Может, тут есть еще кто-то? Только время зря потеряем. Нам нельзя тут долго задерживаться, не забывай. В лагере нас могут хватиться в любой момент. Ну, как хочешь. Ну-ка, помоги поднять. Взявшись вдвоем за металлические ручки, мы приготовились поднимать крышку люка. Раз, два, три. Смотри, никого не обостри. Подняв эту махину, Сергей посветил вниз и проверил, что спусковая лестница в порядке. Все, теперь можно спускаться. Не хочешь пойти первым? Иди-ка вперед, а я люк закрою за нами. А то зачем? Мы же не хотим, чтобы за нами кто-то пошел. И то верно. Ладно, я спускаюсь. Захлопнув за собой люк, я последовал за ним и оказался в огромном подземном тоннеле. Это место продолжало открывать все новые мрачные пейзажи. И каждый новый такой был еще более таинственнее, чем предыдущий. Сергей светил вперед, но фонарь в его руке дрожал и луч света сильно колебался. Видно на этом и закончился его энтузиазм. Давай ко мне, фонарь, я пойду первый. Потому что нервные направляющие может стать большей проблемой для всей... Большой проблемой для всей группы. Возражений не имею. Сергей радостно передал мне фонарь и любезно уступил место впереди себя. Прорезая мрак ярким лучом фонаря, я пошел вперед, внимательно смотря себе под ноги. К такой прогулочке видно, только я был морально подготовлен, а Серега уже дает слабину. Тем не менее, я тоже был немного на взводе. Конечно, мне доводилось слышать от Шурика в двух словах, что тут бомбоубежище и так далее. Но я совсем не представлял, что все здесь окажется таким... реалистичным и правда похожим на настоящее бомбоубежище. Я ожидал подвальное помещение, соединенное узкими проходами. А тут прям Бродвей, с протянутыми кабельными линиями передачи. Теперь-то я действительно начал верить, что здесь можно найти не только деталей для машины, но и чё поинтереснее. Сейчас будет развилка, повернем направо. Кстати, а примерно сколько людей знают об этом месте? Да не так много. Вожатый состав и работники лагеря точно знают. Из пионеров не знаю, но думаю, что не больше нескольких человек. Кроме нас с тобой и Шурика, ну, возможно, и Семёна. Хотя я не уверен, что он стал бы здесь шататься. Некоторые двери здесь чисто физически не открыть в одиночку. Как по мне, это идеальное для него убежище. Ой, сплюнь. Хатфу! Пройдя немного вперёд, мы уперлись в железную дверь бомбоубежища. Довольно внушительного вида. Мы её сможем открыть? Давай проверим. Сергей подошёл поближе и начал её внимательно изучать. Надо же, настоящая защитно-герметичная дверь. Причём в довольно хорошем состоянии. Это, конечно, здорово. Но она так хорошо сохранилась... Что она так хорошо сохранилась? Ну, мы сможем её открыть? Да, думаю, сможем. Положи фонарь на пол и помоги мне. Дверной механизм давался очень непросто. Прилагая большие усилия, мы очень медленно проворачивали задвижку на этой двери. Сколько же времени здесь не ступала нога человека? Вот именно, человека. А так хер его знает, к чьей-то нога ещё ступала-то. Но, наконец-то, затвор уперся в мёртвую точку и дверь издала пронзительный скрип. Так, теперь тянем на себя. Как тяжело идёт! Тут давно никого не проходило. Никто не проходил, скорее. А кому здесь проходить? Тоннели давно заброшены, а этим бомбоубежищем никто не пользуется уже долгое время. Но даже так, всё равно неприятно тут. Темнота, друг молодёжи. Это у нас ещё и Серёжа. Наконец-то мы внутри. Но как же здесь темно? Так, попробую закрыть дверь сам. А зачем закрывать? Ну, на всякий случай. Хотя, знаешь, ты прав. Так будет спокойнее. Закручивать вентиль было уже куда проще. Видно, мы хорошо расшевелили механизм. И теперь можно было открывать и закрывать дверь в одиночку. Так, хорошо, подожди-ка, сейчас я включу питание. Тут ещё осталась энергия. Электроник кивнул в один из углов и улыбнулся. Где есть резервный генератор, там всегда будет свет. Подойдя к мёртвой коробке, Сергей небрежно пнул её ногой. Слышь, работать! Но ты серьёзно? Видно, всё-таки придётся с ней повозиться. Подожди минутку. Ты уверен, что он заработает? Знаешь, как мне говорили, всё, что произведено советским народом, то прослужит Вика. А ему ещё и полвека нет. Надеюсь, это правда. Ну, сейчас проверим. От меня ещё что-то требуется? Посвети мне фонариком тут. Окешки. В то время, пока он ковырялся в генераторе, от него доносились различные звуки. То он что-то бормотал, то мычал, то вообще под огнём. Под конец начал орать. Твою налево, ты будешь сегодня работать? Теперь в нём лучше смотрится мастер своего дела. Наконец, он не выдержал и ещё раз ударил по генератору. Вся советская техника. Пизданёшь, и она начинает работать. Блять. Дерьмо. И как это ни странно, это помогло. Вау. Прав был, Шурик. Оказывается, когда пытаешься починить радио, швыряя его об стену. А этот по-нашему да. И как, починил? Оно стало шуметь, только продлилось это меньше минуты. Далее из него пошёл дым, и Шурика пришлось его быстрее выкидывать в окно. Но он промахнулся, и радио взорвалось прямо у нас на полу. Прям так рвануло? Конденсаторы решили отдать честь, ну и бахнули достаточно громко. Ох, потом его вожатый отчит... Ох, потом его вожатый отчитывал нас. Ну ладно, и чё теперь? А теперь са... А теперь же самое интересное. Только посмотри, сколько тут всего. Жаль, рюкзак у меня один. Ух. Электроник жадно переводил взгляд с одного прибора на другой, при этом издавая странные звуки, которые выражали его радость. Открывая один за другим металлические шкафчики, Сергей чуть ли не подпрыгивал каждый раз от восторга. Вот это удача, они даже не заперты! Это очень хорошо, что у него всего один рюкзак. Ты долго будешь собирать необходимое? Но Сергей даже не обращал на меня внимания, продолжая носиться возле приборов и нажимать на различные кнопки. Пустили, блять, лесу в курятник. Чувствую, что возиться он долг... Он будет долго! В первом попавшемся я обнаружил фильтры от противогаза. Много бинтов, а также много бутылочек с неизвестным содержимым. Но присмотревшись, я просчитал, что это был всего лишь промышленный спирт. Тут я за что-то задел ногой, когда переходил к следующему шкафчику. Это что-то отъехало вниз, и пришлось бы наклониться вниз, чтобы... Посмотреть. Наклонившись под шкафчик, чтобы посмотреть, что это было, я немного удивился. Противогаз, причём почти новый. И тут я вспомнил про данный пункт в списке вещей, необходимых Виолетте. Кажется, теперь я начинаю верить, что смогу всё это найти. Подойдя к электронику, я дёрнул его за плечо. Но реакции вообще не последовало. Это нужно взять с собой. Ага. Он даже не понял, о чём я с ним говорю. Сука! Положив противогаз в рюкзак, я вернулся к следующему шкафчику и продолжил поиск интересного. В следующем шкафчике было довольно... Было довольно большое количество различных инструментов. И ещё больше запчастей. Но явно не для машины. Для меня это было неинтересно, и я перешёл к следующему. Через некоторое время я уже проверял все петь... Проверял все петь шкафчиков с одной стороны. Но ничего толкового, что можно было бы взять с собой и не пожал... И не пожалеть... Не нашёл. Но с другой стороны этой комнаты было ещё столько же шкафчиков. Сейчас и вас проверим. Тут случилось то, что всех нас, даже электроника, заставила насторожиться. Насторожиться. В дверь, откуда мы пришли, кто-то начал колотиться. Показав Сергею жест рукой, я медленно подошёл к двери и прислушался. Едва слышно с той стороны доносились слова из знакомых уст. Вот уж не ожидал, что он так быстро нас нагонит. Вы чего там засели? Пустите меня тоже! Посидим вместе! Семён здесь. Быстро закругляйся, мы сейчас уже уходим. Но я же ещё не всё тут посмотрел. Тогда остаёшься здесь. Новенький, я тебя слышу! Так и знал, что в этом замесе ты участвуешь! Так может, впустишь своего соотечественника? Что ему надо? Покручив указательным пальцем вокруг виска, я им без слов объяснил бессмысленность его слов. Есть ещё обходные пути? Конечно есть! Тут целый лабиринт. Правда, придётся немного попрыгать. Это в каком смысле? Там, где мы пойдём, скорее всего, произошёл обвал в нескольких местах. Прямо к нижнему уровню шахт. Откуда ты знаешь об этом? Ну, давай потом. Раз у нас возникли такие проблемы, поспешим выбраться. Не хотите открывать, так я сам открою! Он начал раскручивать вентиль со своей стороны. Подождите только меня, я сейчас подойду! Найди трубу, любую! Так, ну, возьми вот эту. Протянув мне трубу, Сергей странно на меня посмотрел и осторожно спросил. Ты же не собираешься его, это самое? Уперев железяку в выступ на двери, я зафиксировал её на задвижке, чтобы заблокировать вращение. Повезло ещё с формой самой трубы. Она была как раз со сгибом в нужном месте и идеально подошла для этой цели. Хорошая идея, но я пока ограничусь простым перекрытием прохода. Извини, уже было представил всё как будет. Пошли, скорее откроем другую дверь. Да-да, пошли. Но в отличие от первой задвижки, это даже не шевелилось, сколько бы сил мы не прикладывали. Стой, мне кажется, что её заклинило, или она закрыта с той стороны? Придётся выбивать. Смешно. Ты знаешь, сколько она весит? Нам её наклонить-то не представляется возможным. Чёрт, это всё очень плохо. Хм, тут ты не прав. Нужно только что-то вроде... Чего? Вон там. Я указал на лежащий возле кровати лом. Нужно им подцепить дверь. Быстро подняв инструмент с пола, электроник подкинул его мне. Ну, что же у нас, кибернетик? Так в каком месте лучше всего подцепить её? Кибернетики не выламывают двери! Электроник был уже на нервах. А Семён продолжал долбиться в дверь и наводить на беднягу страх. Так, не истеря. Сейчас я сам решу. Нам конец. Точно конец. Да я тебя сейчас этим ломом тресну, если не успокоишься. Окей. Есть. Тем временем я уже выбрал хорошее место, чтобы начать выламывать дверь. Но это было очень тяжело. Подцепив дверь сверху, я всем своим весом надавил на лом. И понемногу наклонял дверь вниз. Так я здорово рисковал уронить дверь на самого себя. Поэтому нужно было быть готовым вовремя отскочить. Уже почти готово, отойди подальше! Но это готово будет уже в следующий раз. Наверное. А на этом на сегодня всё. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok